125 лет исполнилось храму святителя Иннокентия Иркутского. Это первое культовое сооружение Хабаровска, поэтому ему присвоен статус памятника архитектуры. В честь исторической даты прошла праздничная литургия и был освящен памятник крест последнему настоятелю до закрытия храма в советский период Виктору Козловскому. Подробности в репортаже Яна Ленкевич. Праздничная литургия в храме святителя Иннокентия Иркутского объединяет две важные даты. Это день рождения церкви и день памяти ее святого покровителя, чье имя она носит. Историю епископа Иннокентия Иркутского, который родился в конце 17 века, напомнили прихожанам. Если мы посмотрим вокруг, то здесь множество о нем говорится и о преподавательской его деятельности, и о том, как он окормлял военных моряков, и о просвещении монголов Забайкальского края. Храм святителя Иннокентия Иркутского построили в 1898 году. Однако история его началась еще раньше. Сначала на этом месте была часовня, построенная сразу же после основания Хабаровска, а потом деревянная церковь. Но через некоторое время она обветшала и уже не вмещала всех прихожан. Поэтому было принято решение о строительстве каменной. В 1931 году храм Иннокентия Иркутского закрыли. Через 30 лет приспособили под планетарий. А в 1992 году вновь передали Хабаровской епархии. Последнего перед закрытием храма настоятеля Виктора Козловского сослали в Вятку и расстреляли. В его честь на территории церкви установили памятный крест. О нем поданы документы в комиссию по канонизации святых. Если при патриархии эта комиссия сочтет те факты, предоставленные нами, достаточно, то может он будет и прославлен в лики святых, как пострадавшие за веру Христову. В памятный день храм был переполнен. В церковь пришли и прихожане, и священники, которые раньше здесь служили. Для многих храм святителя Иннокентия Иркутского важное и любимое место. Коллектив очень хороший. Батюшки у нас все такие умницы. Помогают нам. Всегда подскажут. Всегда. Так что нормально. Здесь очень хороший приход. Очень дружественный. Здесь начинал ходить еще мой муж. Но я, получается, к нему так прибилась. В принципе, очень душевные люди. Очень нравятся священнослужители. Сейчас в планах священнослужителей продолжить работу по восстановлению имен первостроителей и переселенцев Хабаровска, которых захоронили на бывшем кладбище возле храма святителя Иннокентия Иркутского. На данный момент восстановили около ста имен. Яна Ленкевич, Тимур Новоселов, телеканал «Губерния». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...